Когда мы общались со следователем, мы задали ему вопрос, скажите, пожалуйста, а если завтра Корбан будет оправдан, а вы, как соучастников создания какой-то злочинной организации, привлечете нас к ответственности, как в этой ситуации быть? Ну, естественно, он не нашел, что нам ответить, потому что, ну, получается как бы нонсенс. То есть еще не состоялся факт суда над Корбаном, а нас уже обвиняют в том, что как установленный факт созданием злочинной организации. Кроме того, если бы работники прокуратуры были бы немножко прозорливей, то они бы привлекали нас как физических лиц. Они напрямую написали в выписке из реестра досудебных расследований адвокатов, которые создавали условия. Также хочу сказать, что ни я, ни Оксана Тамчук, которые привлекали в качестве свидетелей по этому уголовному делу, до ареста Корбана фактически с ним не общались. Я Корбана первый раз увидел в апелляционном суде города Киева, когда рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Соответственно, каким-то образом влиять на, или как вот в пресс-конференции Генеральной прокуратуры, в которой представитель Генеральной прокуратуры сообщил о том, что прокуратуре известны факты, что в преступной группировке Корбана был некий юридический блок, который сопровождал деятельность его преступной группировки. Но, извините, пожалуйста, если я в Днепропетровске последний раз был лет 8 назад, каким образом я мог сопровождать преступную деятельность? Если Корбана я до ареста не знал, каким образом я мог сопровождать преступную деятельность? Я вам скажу больше того. Ни с кем из лиц, которые аффилированы с Корбаном, до его ареста я не общался вообще. Я не сопровождал юридические предприятия, юридические лица, которые аффилированы с Корбаном. Посему, то есть, налицо, в общем-то, доказательство того, что прокуратура не пытается разобраться в уголовном деле, а как раз пытается давить на адвокатов с тем, чтобы адвокаты испугались. Могу сказать, что, придя вчера в прокуратуру, мы сказали, что мы готовы давать сведения, готовы давать показания. Но нас возмутил сам факт того, что нас пытаются допросить именно как адвокатов. Нам нечего скрывать. Ни я, ни Оксана, ни еще один вызванный на допрос Андрей Богдан. Мы точно знаем, что никаких действий мы не совершали, которые могут привлечь за собой уголовную ответственность. Именно поэтому мы вчера пришли в прокуратуру. То есть, мы не боимся, мы не скрываемся, мы пришли по повестке. Но, тем не менее, почему вчера адвокаты, которые вместе с нами пришли, нас поддержали? Потому что думающие адвокаты четко понимают, что возбудить подобное уголовное дело можно в отношении любого адвоката, по любому уголовному делу. И любого адвоката можно попытаться привлекать к ответственности. Посему мы считаем, что это очень тревожный сигнал в нашем обществе. Потому что, в принципе, основная, одно из основных критерий демократии в любой стране – это независимая адвокатура. Если ее не будет существовать, а попытки сейчас такие есть, то, соответственно, ни о какой демократии в государстве невозможно говорить. Независимая адвокатура, независимый суд – это те основные принципы, на которых строится любое демократическое общество. Если эти принципы не будут соблюдаться, то мы можем говорить о том, что в Украине будет, собственно говоря, диктатура, при которой все будут решать, извините, тройки судей. Но, скажу вам больше того, что даже в 1937 году было 10% оправдательных приговоров. То есть, та тенденция, которая сейчас наблюдается, к сожалению, носит достаточно опасный характер. Безусловно, мы как адвокаты обратились в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Насколько мне известно, Национальная ассоциация уже сделала соответствующее обращение к Генеральному прокурору Украины, к заместителю прокурора города Киева о недопустимости подобных уголовных дел в отношении адвокатов. Надеемся, что Генеральный прокурор Украины, как лицо призванное соблюдать законодательство и следить за соблюдением законодательства нашими правоохранительными органами, соответствующим образом отреагирует. И еще один маленький штрих. Когда мы пришли вчера к этому следователю, безусловно, мы готовимся к любому допросу, потому что это наша работа, выяснилась интересная деталь. Именно этот следователь два года назад проводил незаконный обыск у одного из адвокатов города Киева. То есть, без санкции, без привлечения Рада адвокатов города Киева были вынесены документы, которые содержали адвокатскую тайну. То есть, мы думаем, что и выбор следователя, который должен был нас допрашивать, он тоже был не случайным.